Пять лет назад шангурский предприниматель Сергей Кузнецов продал свою пилораму, выкупил земельный участок возле деревни Нестеровска и построил там домики для скандинавского отдыха. Это сразу привлекло москвичей, которые оценили и зимние забавы. В основном в зимние каникулы люди приезжают, катаются на санках ватрушка. Здесь четыре склона, один детский, совсем маленький, и три склона, довольно-таки интересные по протяженности, самый длинный 200 метров. Парка развлечений с дорогими аттракционами в городе нет, и местные жители придумали свое развлечение. После ядерной войны на земле осталось только 20 человек. Я один из них, и все мы живем в бункере на поверхности. Чтобы выжить, нам нужно постоянно искать новые баллоны с кислородом, которые хранятся в подземелье. Найти их не так-то просто, тем более, если искать приходится в полнейшей темноте. Это страшилка легенда квеста по-шенкурски. Идею предложили недавние студентки Марина и Катя, которые работают преподавателями в местном ДК. Идея тематического квеста, катакомбы, назрелась чисто случайно, когда мы попали в подвал нашего ДК, совершенно случайно. Увидели эту атмосферу, захотелось вот именно таинственности, вот этой вот прямо пройти все это до конца, наш лабиринт под зданием ДК. И уже потом были доработки в виде каких-то заданий. На память о поездке в Шенкурск гости увозят обычно фигурку барсука. В большом многообразии такие есть в местной сувенирной лавке. Так, символ города – барсук. Это связано с тем, что когда приехали только сюда заселять наш город, добывали барсучий мех, жир, мясо как таковое. Ну, собственно, жили одними барсуками, скажем так, как промысловый зверек. Оттуда и пошел. Сперва на герб, а потом как символ. Другой узнаваемый символ Шенкурска – варская роспись. В 50-е годы прошлого века исследователи старины обратили внимание на необычные узоры, которыми расписана деревянная утварь в Шенкурске. Оказалось, больше она нигде не встречается. Что характерно для росписи? Это цветовая композиция. Прежде всего, это розы. Расположены они по вертикали. Обычно три цветка, один под другим. В центре большая розетка. Здесь розетка шестилепестковая. Встречаются восьмилепестковые розетки, часто очень. И две розетки по краям. Шенкурск – тихий провинциальный городок. Расположены в очень красивых природных ландшафтах. И он притягивает тех, кто мечтает отдохнуть от суеты мегаполиса.